Хорошо, вы знакомы хорошо с направлением этно-джаза, в основном такого вот, в балканском стиле. Вы уже познакомились, наверное, с украинской этнической музыкой, как вы оцениваете? Да, похоже, славянская музыка похожа, но просто у нас чуть-чуть там мейлиизм и ритм другой. Но надо было посмотреть, как русские танцуют под сербскую музыку, правда. Да, да. Ну, как мы играли там, где, когда выступали, там, где рок-музику слушает, не знаю, реги. Надо было посмотреть людей, которые слушают рок, как танцуют под мелос народный сербский. Очень приятно. Ну, вы только что описали примерно людей, которые танцуют тоже в музыку. То есть, есть концерты, на которых можно послушать, прийти и послушать вот такую этническую музыку? Надеемся, что будут. Надеемся, что... Да, много, просто пока у нас другая, много работы вот этой хаоса, за джаз и за... Не хватает всегда времени. На все, да. Хорошо, давайте поговорим о публике. Вот есть какая-то определенная разница, когда вы приехали сюда? Да, вы уже знали прекрасно, как воспринимают данную музыку в Сербии. И вот здесь украинская публика. В чем основное отличие? Ох, большое. Большое. Просто у нас мы уже играли эту музыку и всем нравилось. И у нас просто больше таких заведений, не знаю, клубов, ресторанов, где можно поиграть в джаз, где можно поиграть в хаус, где можно поиграть в хаус, где можно... Лайв хаус. У нас вообще с диджием работают скрипка, саксофон, какая ударная постановка, а здесь просто диджей. И когда пришли здесь, мы думали, вообще не будем работать здесь. Только там смотрели, что будем в Сербию, постоянно ходили в Сербию работать. Думали, что здесь нет нам как музыкантов. Выбора. Выбора. Но уже начали нас приглашать. И уже думаю, что можно что-то показать здесь. Я знаю, Степан, что ты еще выступал в Европе. Если ошибаюсь, во Франции работал, было время. Я люблю во Франции. Это находится на Красной площади. Франция наша. Конечно, я бы любил, чтобы играл в Франции. То есть французские мотивы и французская музыка тоже тебе близка и знакома. Ну да. А вообще вот брать европейский формат, он же все равно... Понятно, мы братья славяне. Да. Но вот европейцы как воспринимают? Они вообще любят. В Сербии играем в Балканском музее. А если там в Греции, в Черногории, где слушается хаос, там уже играем с диджеем и это классно звучит. Вообще, это, я думаю, первая сторона, которая это придумала, я думаю, это началось в Испании. Там вообще с диджеем играют много сексофонистов, много знакомых сексофонистов. И вообще где-то по Балкану просто к Европе вообще больше слушают эту хаос музыку. Испании. Испании.